Всем привет! Сегодня делюсь с вами универсальным блюдом мясными шариками в духовке с картошкой или тефтели по-другому, но эти тефтели я делаю без риса. Готовится достаточно блюдо быстро и уже остальное за вас доготовит духовка. Получается очень-очень вкусно в сливочно-помидорном соусе. Нам нужно сделать прежде всего фарш. У меня здесь говядина и индейка. Можно взять любой и лучше взять смешанный фарш, конечно же. Картошка. Вот 8 штук картошки, которую порежем кольцами. И соус. Для соуса отдельно покажу, какие ингредиенты я беру. Прежде всего делаем фарш. На килограмм фарша все беру. Кладу лук, одна большая луковица и 3 зубчика чеснока. Вот я хорошо перемалываю вот в таком вот ручном блендере. Это очень удобно. Либо просто мелко порезать. Одно яйцо. 100 граммов сухарей. Я не беру хлеб, а беру именно сухари. И именно вот в этот вот рецепт я не кладу ни молоко, ни хлеб и рис тоже не кладу. Так получается вкуснее. Вот с рисом мне не очень нравится делать такие тефтели. Треть чайной ложечки мускатного ореха. Здесь он просто вот замечательно идет. Хорошо перчу черный молотый перец. Ну перец, соль это понятно по вкусу. И сейчас вот буду еще добавлять воды. Воды добавляю примерно 100-150 вот так вот миллиграмм, чтобы фарш был очень-очень сочный. Вот начинаю хорошо-хорошо все перемешивать. И вот когда уже вот так немножко перемешали, потихоньку начинаю добавлять воду. И хорошо еще перемешиваю, чтобы вот все было хорошо перемешано в фарш. Все, фарш готов. Переходим резать картошку. Картошку. Картошку режу вот такими вот кругляшами. Всю складываю в чашку и солю и перчу. Вот прям буквально там две щепотки соли и поперчить. И все хорошо перемешать, чтобы картошка сразу была соленая. Если не посолить картошку, то будет невкусно. Поэтому не пропустите этот момент. Теперь соус. Соус я делаю так. Беру 500 миллилитров сливок. Можно взять 250. Одну коробочку миллилитров сливок и 250 воды. Но он будет не настолько вот насыщенный и вкусный тогда. Но тоже возможно. Два-три помидора. Одну столовую с горкой ложки муки. Четыре хороших зубца от чеснока. Мускатный орех обязательно. И соль. И все хорошо. Сначала взбиваю кроме муки и мускатного ореха в блендере. Помидоры немножко вот так вот надрезаю, чтобы это быстрее все и лучше перемалывалось. Складываю в чашу блендера 4 зубчика чеснока. Все 500 миллилитров сливок сюда же. И столовую где-то. Ну возьмите поменьше. Потом попробуйте на вкус. Соли кладу. Здесь уже соль, конечно же, по вкусу. И хорошо все взбиваю. Выливаю соус в ковшик. Кладу сюда еще вот тоже треть чайной ложечки мускатного ореха. Высыпаю сюда муку. Перемешиваю и ставлю на медленный огонь до вот загустения, до того момента, чтобы соус вот начал, был горячим и начал загустевать. То есть почти до кипения ставлю на плиту. Но не кипятите. Кипятить соус нельзя. Именно только первые бульки увидите, появятся. И все. И снимайте. Беру противень. У меня, да, противень большой, потому что это блюдо очень вкусное. Оно у меня пользуется популярностью среди домашних. Смазываю растительным маслом вот все борта. И выкладываю шарики мясные и картошку на противень. Все. Вот такая вот красота получается. Теперь выливаю, распределяю вот соус. Я прям не выливаю сразу же вот так вот из ковшика. А вот ложкой распределяю по всему противенью и ставлю в духовку 180 градусов на час. На самом деле мясо готово будет уже через 40-45 минут. А картошка здесь вот зависит от картошки. Израильская картошка готовится дольше, чем российская, допустим. Поэтому вот я ставлю на час. Если вы видите, что у вас верх начинает подгорать, а картошку вот советую попробовать, и она у вас еще сыроватая, то просто накройте противень фольгой. И тогда у вас все уже доготовится. Здесь уже смотрите по своей духовке и именно картошке. Все ставлю сейчас в духовку. Все вытаскиваю из духовки. Вот у меня ровно час простояли шарики мясные с картошкой. Посыпать можно любой зеленью. У меня кинза, можете петрушкой, лук зеленый. Укроп не очень мне сюда нравится. И уже подаем на стол. Очень вкусное блюдо получается как на праздничный стол, так и для обычного ужина. Приятного аппетита! Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова